ну и наконец на меня обратило внимание про лифте на третий миллион учит калече деревья но приносит большой доход понимаете поэтому ей проще давайте почитаем смотрите я сейчас не буду там если заходишь на сайт я приготовил все но не буду там в верхней строчке это я разместил ссылку на свои кино кстати что такое черный перепрыгнула ладно вот и там где он обрушился до нее быстро у ее человеком вредоносным страшно она спокойно среагировала читаем обрезка плодовых деревьев для начинающих просто лишь дремучий для нее нет конечно обрезать или не обрезать фруктовые деревья мне не разделились классическом садоводстве обрезка нужно но последнее время появилась новая теория основа которых такого умное дерево сама знает как его растение нужно мешать это на про меня потому что сейчас там размещен на самом месте мы мы это сам мое кино причем приверженцы на этой теории сажаются за не агрессивно понятно железо и по моему единственный но там наверно так если там тысячи комментариев то кто-то из вас тоже ведь доставал наверняка вот обте по сула сошли вот очень удобно кстати теория никаких усилий кто у дерева жди вот только почему-то ветки продолжаем ломать я подумал как вы понимаете друзья это какой козырь уничтожить дерево за несколько первых лет сделать его больным в лучшем случае прескать ядами чтобы отравить все на свете включая урожай и боятся же дерево ломается под урожай как-то не вяжется ладно железо если не трогать до ломаются если резать не дождитесь урожая пишет дальше поливкина собрать например яблоки с пирожьего дерева просто невозможно физически падая с высоты 6 метров они разбиваются да действительно если бы она была изначально правильно сформирована такой проблем не было вот но сама на себя противоречит она как раз формирует так чтобы эта проблема была ну и потом она себя поймала за это высекла яблоки мелкие это она парше и биты так а чему парше перед этим я распинался распинался чтобы доказать искалеченное дерево парша а не было бы парше ну и вот она пожалуйста теперь давайте мои козырь у него козырь один ой не дай бог больше врожай яблоки будут мелкие и так я подобрал фотографии это наш с вами любимое занятие вот этому дереву повезло согласны все прием ему просто повезло скажем так вот этому дереву тоже повезло обратите внимание на вот эту крону если бы поливкина кто-то бы прислал эту фотографию сказал что это плодовое дерево уж тут бы она бы развернулась чтобы она с ним сделала боже мой а ведь дерево это в эту форму принимала миллионы лет миллионы миллионы обратите внимание он еще одно такое дерево и у каждого дерева все укрой на сотни километров до сотни а потом одни выживут нас место подходит другие не может если не подходит вот это будет зависит от состояния кроны и корней и вот этому дереву повезло так условия еще зависят ну естественно от генома а еще от почвы климата все понятно пока смотрим дальше вот это что поливкина не знает и знать не может потому что она надергала я то в саду делал своим материалом она в интернете надергала сперва загусить потом режет напустить режет вот это вот груши они имеют особую форму у них форма листа такая у них загущенная крона вот я потом ниже еще покажу вот это то что здесь сухо видите и сухой штаб это не случайно это их долгая жизнь почему они от природы родились где-то полу пустынях не было солнца хватало так поэтому им не надо было так ветки розетта как яблони они как бы разделились то что ушло более болотистыми стали стали яблони чуть-чуть отличаться там фенотип а эти стали такими свой фенотип вот или оставаясь этих но потом мы грушу носили возить куда попало на север на юг сибирь и вот получилось вот их природа вот этого никто не заметил например варианты смотрю фильм вроде серьезный фильм а это же не наш это там то ли сейчас помню по-моему швейцария что ли нет не швейцария голландия двухметровый саженец весь листик вверху оставляет 5-6 листиков вот я показываю да потом так на самой земле и вы знаете наверное опытный человек наверно она посетящая возле но никогда в россии вот что должно быть в россии если это подает более место более мокрое значит это есть его спасение его форма кроны внимание совершенно с других мест ладно вначале показываю это у меня будущее видите как я стоял прям дать как называется под крышей забыл называется ну понятно ну как его беседки или проливной дождь а этот у меня заглядывал прямо беседку прям вместе с абрикосами помните мои козырные когда я сижу за столом ветка меня на плече лежит абрикосы помните так вот это проливной дождь это специальная форма листа вот каждый лист ценен но это для будущего это все-таки абрикос это для будущего учебника а вот это проще они тоже пойдет учебник обратите внимание все наоборот вот вот это растение из других мест это растение собирает влагу листья то не так вот поняли не не это господи как вам показать то не вот так вот чтобы стекало вниз а вот так собирает а это дерево не боится влаги пусть она течет прям поэтому это из других мест она собиратель вот эту разницу и все равно нельзя шаш выдевать и все равно нельзя делать импульсный штамп кого я убеждаю с вами там это уже как-то эту фотографию один раз показывал давайте смотреть сюда вот если кто-то когда-то решил что вот такая форма на почти классическая классическая с точки зрения этих из мозгов наивных вот давай все так делать не самое страшное когда придумали в середине делать чашу это вообще ужас ну ладно вот еще фотографии вот здесь цели на здесь не чеками причем это просто кусочек природы да кто ему мешал распушиться вот так а парик или нельзя пускать то она конечно сама не станет еще резать она же теоретик и вот но всех научит раскрыть крону а еще этот фильм ходит по интернету представляете серьезные люди вроде бы старая уже такая несчастная там яблоня и у меня фотографии сделаны с экрана но я же могу все показать уже вся уже все плесень и это дерево уже уже во мху неправильно бивают все еще и зимой и лежит зимой бивают эти коля там метрах пяти натягивает веревку и ухнем и ухнем и дерево так как показать гнется 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 привязали вот так что ж ты делаешь то я вот смотрю на них но они серебряники зарабатывают зачем ветку нагнули после этого сразу она выбросит эти волшки и тут же на лестнице и тут же с этими волшками борются они снова нарастут еще больше и вот этот идиотизм каждый день мы смотрим я уж боюсь заглядывать ниже бред смотрите ведь это же человек нарисовал так он еще и ветки заставил отрезать а как будешь там защищаться от свирости а по деревом растет огромное количество живет огромное количество насекомых бактерий вот там бесценные муравьи бесценные это нас я не шучу там эти же самые понимаете дерево это крыша дом это вот просто буйная фантазия человека который ничего не понимать он не понимаешь почему здесь вот так вот так не понимает почему это собирает ли влагу а вот этот наоборот не дает влаги проникнуть чтобы не сгнило вот смотрите дальше и это вот политика на тот момент было 900000 добавилось полтора миллиона я почему еще раз потому что я специально еще раз пусть повторился мой брат вы же допустим кусочек про обрезку и политика на я просьба кроме его разместить на на это самый на ее как там где вот это вот здесь же она до сих пор что тот же самый фильм действует только тут пошел третий миллион чем она думала знаю что с первого дерева искалечили а зачем ему потом били кран это уже наделано отчего защищать отчего делать нечего он может быть отдохнул бы в саду а как это дерево не замерзнет когда она это самое с этого момента дышать кора не может тепло воспринимать не может зимнее солнце самое ценное зиму перезрывать что ты творишь то поливкина а то есть альтернативное мнение что если ничего не делать можно отдыхать вот этот самый все все фотографии с интернета вот еще фотографию пусть значит такой это мне память о предыдущем это вот я ему подарил три абрикоса все три года на себе вот давай уничтожать это уже его работа это я не помню откуда вот это какой смысл да а то есть эти же фотографии интернет как учебные а это реальность всем думал когда отрезал ладно тут трудно понять а здесь видать это прикольно или какой выжил вот а тот который это самым внизу я потому что нет фотографии как пригодилось вот это мой сад я не помню почему это мир то так ну и ну получилось так что благодаря тому что прививка низко достатка низко что вот это вот культурно виде политика поверьте остается только взять и выпрямить интервью отсылок то есть я сторонник низких прививок вот это тот самый участок это следующий абрикос вот так вот взял отпилил проходит время погибает вот это уже ветка вот это вот вот это левая вот это стоило только начать видите все тут уже видите вот уже вот это вот сразу кто опасит урака я эту кразу помню из фильма где директор кричал на своего заместителя или там на парторга кто-то начал это основное его производство чтобы переделать трактора вот эта фрага мне заполнилась на всю жизнь, хотя я был школьником кто опасен дурака ответ дурак с инициативой вот вот она Полевкина вот она Полевкина вот это она взяла из этого самого из интернета а там вот она гуляет вот это еще, если при посадке еще можно понять вот это уже, смотрите, отрезает по одной трети, загущало-загущало снова отрезает, загущало-загущало потом берет и начинает а на самом деле, что и дураки найдутся загустили потом давай светлять доводя до халечения, представляете и это на полном серьезе а потом вот таких Полевкина смотрите это уже не на знаете берется с интернета фотографии правильно брезан я бы советую опытного садовода осенью вот это где твой сад где твой сад еще покажу несколько фотографий смотрите господи везет за мне когда я вот эту фотографию нашел в интернете я от счастья до потолка подпрыгал не верите вот это вот ну наверное это зима может быть это начало зимы может это еще и не может это измароч вот вы ничего не замечаете где самое теплое место дерево излучает тепло даже если учесть обратите внимание даже получается что солнце-то ни при чем вот где это ну как сказать-то в общем вырезаю свою память получаю письмо наши трактористы загоняли трактора под деревья прям плотную а те которые не загоняли у них размораживался этот самый антифрижа не было не считая как там короче заливали в качестве охлаждающей жидкости чистую воду вода замерзала трактор вот а те кто под дерево ставил у тех не замерзала вот вот она народная мудрость вот эта фотография вот это очень ценная фотография море-солнце вот они боковые ветки некому не было Поливкина и не было этих выпустить себе ряду чтобы это уничтожить почему то что в природе звучит нормально вот оно настоящее нормально никто к нему не придирается ни то что неправильно но если бы тут яблоки висели уже тут же бы ну несколько годами раньше потребовали бы уничтожить боковые так нет а вот эти почему дерево они не видите это целина тут никто не пахал тракторов не было почему нижние ветки нужно дерево я уже ответил и вот это я хотел бы до конца просить я не напрашиваюсь на первооткрыватель вот вот эту фотографию я нашел фактически случайно вот она была не в качестве допустим в странице книги нет я бы хоть на книге видел кто автор я бы увидел вот я помню наши споры с этим с Курдюмом в моей квартире утро просыпаемся он выходит из твоей спальни и говорит Олег Кристиныч если сейчас хоть ничего не уступите я сейчас одеваюсь и уезжаю все на этом конец книги не будет вот мы делали компромисс сейчас покажу дело в том что у меня такого фотографии не было такой схемы то что кормят не кормят и должно быть так и на руку понятно вот сейчас допустим меня послушать сотни людей и каждый скажет да конечно иначе зачем они раз растут значит нужны не может быть чтобы дерево такое тупое не нужно ветки врач ну из 1998 А2 АС1000 это те самые которые уже перестроить невозможно это те самые две дамы темирезники резать и все нижний вид отрезать я хочу знать кто мой соаптор потому что эту схему рисовал не я я вот тут представил так смотрите данная дача успехологии автор книги выпускник темирянской книги 90% что Курдюма а минуточку Курдюма формировка вместо обрезки нет наверное 100% а че я второй не заметил я посмотрел выпускник темирской так ну 99-90 тогда два автора Курдюма в железах вот а тогда это наверное из его книги но когда набрал дачу успеха теологии я не смог найти конкретно поэтому ладно будем считать что Курдюма хоть бы кто-нибудь подтвердил кто бы увидел эту книгу в руках держал кто бы фотографию обложки книги вот эта страница рисунок 2 рисунок 3 вот это я хочу почему это не шутки это будущее садоводство где боковые нижние ветки это закон это природа нет и не надо значит такая была технология у дерева миллионы лет она обходилась без них есть бы нижние скалетные ветки не трогать святое не трогать святое не важно есть у них эти самые плоды или нет главное листья есть фотосинтез вот это вот еще раз вот это вот как я благодарен знаете как я первооткрыватель мне не хочется быть я и первооткрыватель почему в одиночестве устал трудно смотрим глюкоза солнышко нарисовано вот она видите фотосинтез листик глюкоза видели и наконец побеги пошло и в корни пошло в корни а мы лебедки отрезаем просто в наше время и стекло ну как всегда я половину не рассказал так и не это колечо крону так и не поняли зачем дерево кроны так и не поняли так и не поняли постулат железа ландшафтный дизайн это проклятие для деревьев кустов и людей живущих в изуродовом биополе сада вот это и есть проклятие а потом мы болеем и чего болеем голова болит тут болит задница болит даже не знают что творят разве можно было ну оставили бы деревья в покое они что некрасивые что ли я вот это понять не могу они что некрасивые не повезло дереву видите рано начало помирать под ними эти скамейки ему сделали искусственный штамм вот а вот это скамеек нет искусственный штамм бонет оно само такое от природы такое а красиво да и какой черт вот это вот и уродство но это надо людям внушить надо напугать людей здесь отрицательное биополе здесь деревья кричат от боли вот так надо разговаривать заканчиваем постулат железово высота штаммов деревьев формировалась миллионы лет и определялась высотой травы а искусственно искалеченные штамбы и их обоснования бред сивой кобылы вот тут издевается на дерево представляете настоящее издевательство ну а люди этого не знают они устраивают из этого шоу вот посмотрите вот они нижняя скелетная ветка ну а вот высота травы деревья которых мы привили у земли и которые являются привитыми это почка в которой мы вырастили из почки боковое дерево не имеют штамба нельзя подходить секатором штамб прямоделок а вот эти вот природные это сеянцы и наши дачные я заканчиваю наши дачные сады должны быть сеянцевые запустой вариант не искусственные корни а естественные корни от корневых отводков тоже неплохой вариант до случая близких к ротову и так далее и так далее но это мы уже проходили посмотрите красота какая видели не понимая для чего вот эта крона не понимая близко калечить его и называть себя генетикой и называть себя шикарным образованием привет северного кавказа ладно это будет уже история до следующего раз друзья мои у нас закончилось наше время вот и мы с вами сейчас перейдем к вопросам ответам и расстанемся на 5 минут я прошу прощения тех кто уже отучился и в принципе пусть это у меня еще какие-то козыри дополнительные я все пытаюсь доказать брать количество появится еще один вебинар пусть даже где-то повторюсь появится еще фильм я же и про этот фильм снял и отдельно про Поливкин фильм снял и все и про это и про то вот и про нижние скелетные ветки и про обрезку вот приходится брать количество нет у нас другого выхода третий миллион учит убивать ничем не подействует ничего и не берет в глазах только деньги я тут думал сейчас закроет эту лавочку а потом наберет новую фотографию я сам подарю сотню фотографий и пусть своим ангельским голосом рассказывает это как теперь надо даже буквально даже я никто не упрекляет что научил убивать потому что у людей память короткая и снова у него будет миллион просмотров и так можно же как-то спасти это что смотри-то от этих ведь ничего же не понимает человек сосед ладно у меня еще много такого материала переходим на эту самую переходим 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 и на вебинар на вебинар Субтитры создавал DimaTorzok